Ребят, сделаем сегодня невероятное оружие Бетна, секретный ужасный пилук, который наносит просто невероятный урон. Если быть неосторожным, посмотрите, какое оно страшно. К сожалению, это секретное оружие не только для супергро, но и для тех, кто захочет ее сделать. Посмотрите, раскручиваем, оно просто пропиливает коробочку насквозь. Сделать вот эту дверь очень легко. Нам потребуется любая баночка из-под напитка. Кола, энергетика, пиво, да без разницы. Итак, срезаем одну сторону, где-то толщиной на один палец. Начинаем ножом и завершаем ножницами, потому что так легче. С другой стороны делаем то же самое. Начинаем ножиком, пропиливаем по кругу, а потом отрезаем то, что осталось, аккуратненько ножницами. Так проще. Так, посмотрите, вот этот хвостик нам не нужен. Отрываем к чертовой матери. Выравниваем вот эту штучку, потому что нам дырочка не нужна. И теперь будем саму вот эту полосочку складывать вдвое для того, чтобы создавать нашу пилу, которая будет внутри. Посмотрите, как раз внутри хорошо помещается. Рисуем знак Бэтмена. Посмотрите, ну в принципе нормально годится, как я нарисовал. Теперь его аккуратненько вырезаем. Помним, бумажка сложена вдвое, потому что тоненькая слишком жесть. Если у вас есть нормальная жесть и вы можете вырезать, замечательно будет. Но если нет, ничего, это тоже пойдет вдвое. Хорошо, теперь делаем небольшие надрезы вот здесь, в этих вот двух половинках, которые мы отрезали, то есть верхушка и донышко нашей баночки. И делаем вот такие вот надрезы для того, чтобы сделать лепесточки небольшие, ну где-то толщиной в один сантиметр, в два, ну где-то так, плюс-минус на глаз нам сойдет, все сойдет. Теперь посмотрите, что делаем. Загибаем по одному лепесточку внутрь. Оно получается как бы маленький такой бортик, но вполне достаточно он был. Посмотрите, хорошо, да, шикарно. Одна уже готова, теперь повторяем операцию здесь же. Складываем внутрь, 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 абсолютно по кругу, медленно идем, никуда не спешим. Итак, хорошо, посмотрите, как хорошо получилось, все просто идеально, мне уже нравится. Какая прелесть. Хорошо, что мы сейчас делаем? Так как у нас слишком тоненькая все-таки эта жесть, мы будем ее склеить между собой. Будет нормально держаться, вполне нам сойдет. Хорошо, наносим сюда клей, открываем. Теперь этот уголок очень хорошо наносим клей, также хорошо сжимаем. Горячий клей, в данном случае, идеально, потому что это единственное, что может нормально держать все-таки данные тонкие алюминий. Все-таки рекомендую вырезать из тонкой жести нормальной. Если у вас края не сошлись, слегка можно подрезать ножничками, чтобы оно все красиво и шикарно выглядело. Нарисуем от руки, все прекрасно полетит. Как сделаете, так будет замечательно. Оружие не должно быть идеальным со всех сторон. Здесь, например, каплика не хватило, каплику клея, все склеилось. Какая прелесть, посмотрите. Я уже влюблен в данное оружие. Итак, шаг номер два. Что мы сейчас будем? Наносим клей, так у нас символ Беттона уже нарисован. Мы прикладываем все, чтобы оно все сошлось. Как видите, крылышки и хвостик сходятся. Теперь с другой стороны повторяем данную операцию. По кругу клея нормальное количество и приклеиваем. Шикарно. Посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Так, что нам нужно дальше сделать? Вот эти пазы, которые все-таки не идеально ровно все-таки взрезали, загнули и все прочее. Хорошо промазываем клеем. В данном случае силиконовый горячий клей просто идеально для этого подходит. Если нет, то резиновый подойдет не хуже. Итак, что сейчас делаем? Нам нужно сделать два сквозных отверстия, то есть сразу через три жести, которые находятся внутри жести и на донышке и на крышечке. Так как тоненькая она хорошо проходит. Если у вас потолще, можно, естественно, использовать уже сверло, если внутри нормальная жесть находится. Так, вторую также здесь. Относительно центра по одному сантиметру вправо-влево. Относительно центра именно самой нашей поделочки. Шикарно. Что мы сейчас делаем? Нам нужно, естественно, закрасить. Ну какой знак Бэтмена, если он не черный? Это фига, тень какая-то блестящая. Нет, закрашиваю. Дорогой мой Бэтмена, я понимаю, это очень опасно. Но, к сожалению, мы не делаем детям. Мы делаем взрослым, умным людям, которые будут аккуратнее на этом все-таки играть. Взрослые играть. Да, мы играем. Так, хорошо. Берем ниточку, хорошую нитку капроновую для обуви и пробегаем туда и возвращаемся с другой стороны. Посмотрите, наша ниточка, вот эта вся, должна быть где-то приблизительно на ширину плеч человека, который играет с ней. Хорошо, держим в руках, теперь заматываем. Просто винтовые движения вот так в свою сторону от себя без разницы. И что нам дальше нужно сделать? Нам нужно натягивать от себя, слегка попускать. Оттягиваем, попускаем, оттягиваем, попускаем. Ино разгоняется. Послушайте, какой звук заводится. Это страшно. Это еще не звук, который есть. Потому что это вообще страшно. Когда сдвинул, чуть сбилось. Но ничего страшного. Посмотрите, оно моментально сразу же набирает искорение. Мне уже возле него стало страшно. Я так логически думаю. Если это тоненькая ниточка, которую я туда запихнул, все-таки оторвется. Что же произойдет? Это будут шрамы до конца жизни. Посмотрите, я специально поставил коробочку. И прорезает ли она? Да, она ее картон просто рвет страшно. Так, посмотрите, просто шикарно смотрится. Можно играть. Естественно, детям лучше все-таки без этих металлических клыков нарисуйте мышака. Внутри коробочки будет самое то. Пускай себе играет спокойно. А для кто постарше, можно и сделать. Посмотрите, останавливаем движение. Нашей поделки. Не знаю, как вертушка называется. И мы можем увидеть тайный знак Бэтмена. Который доселе не был просто виден. Игрушка простенькая, быстренькая. Легко делается. Главное, испособленная материала. И практически бесплатно. Сделать ее можно буквально за несколько минут. Было бы желание. Я думаю, что желание у вас все-таки есть. Потому что игрушка того стоит. Ладно, ребят. Удачи всем.